день добрый мой дорогой зритель час дня обычная пятница которую мы постараемся разнообразить собираюсь я выехать в город не урод чтобы не просиживать штаны дома надо чем-то заняться что-то поснимать что-то показать вам вам же интересно ирландия поэтому поеду тут недалеко буквально 20 километров город мы довольно часто едем куда-то но никогда особо по нему не гуляли не бродили не изучали поэтому и мы сегодня это прекрасный день погода у нас средняя но я думаю она не подкачает так что друзья оставайтесь не переключайтесь к этим город не урос что друзья мы на месте добро пожаловать в город не урос довольно ветривый у нас сегодня надеюсь наши микрофоны работает на отлично давайте пройдемся и посмотрим наша первая достопримечательность это будет вот этот прекрасный фрегат парусник судно не знаю называйте как хотите у меня такое ощущение что судно закрыто написано было что работают до 6 часов вечера сейчас зайдем в информационный центр тут все и узнаем это трехмачтовый парусник под названием дан броди был построен в 1845 году также как и 6 его братьев его постройка заняла всего лишь 6 месяцев и занималась этим компания уильям грейвс и сыновья местная семья которая занималась этим бизнесом в те времена в городе не роз тогда город не роз считался самым большим портовым городом на юге ирландии это грузовой корабль основными грузами которого являлись шерсть и древесина конкретно этот корабль всего лишь копия так как последний оригинал из этой серии разбился на рифах повреждения были настолько большими что его просто было невыгодно восстанавливать когда в ирландии начался голод этот корабль использовали как пассажирский чтобы выжить люди начали массово эмигрировать из ирландии корабль вмещал себя до двухсот пятидесяти человек максимальное количество зафиксировано было триста тринадцать также на этом месте горит вечный огонь который посвящен всем тем кто эмигрировал из страны в это тяжелое время сам огонь был привезен из америки с того места где похоронен президент кеннеди ведь его прадеды родились именно здесь ну что друзья облом судно закрыто последний визит у него было в 4 часа последний тур я думаю можно там внутри поесть кафешка какая-то оказывается кафешка только рядом возле него поэтому мы сюда никак не попадаем ну да вот такая вот интересная судьба этого судна интересная судьба людей которые на нем плавали так уж получилось что приходилось всем эмигрировать тем более в ирландии из-за этого голода такие дела творили здесь что просто нереально в ирландии живет меньше ирландцев чем по всему миру вообще по свету в особенно в америке в канаде в австралии тоже много но не так америка и канада это будет наверно номер один страны с ирландцем в ирландии вообще население меньше 5 миллионов это со всеми нами приезжими то есть самих ирландцев не так-то и много жалко что мы на него не попадаем но хотя бы неплохие кадры у нас получилось сделать сверху и этот огонь посвященный всем иммигрантам символизирует что они разбрелись по всему свету этот шар и внутри пламя на таком дереве друзья на этом наша экскурсия конечно же не заканчивается бы только что сюда приехали давайте просто пройдем по городу а дальше мы поедем вместо поместья усадьба где жила семья бывшего президента америки джей эф кеннеди которого уже сожалению нет живых но так уж получилось город живет город кипит говорят люди с окрестных городов приезжает сюда чтобы потусоваться вот этот корабль вообще есть достопримечательность номер один этого города не знаю что еще делать давайте просто пройдем по этим местным улицам посмотрим по сути они должны отличаться ничем от всех остальных ирландских улиц первая улица на которую попали какие-то заброшенные непонятные смотрите вывеска люди должны здесь жить это кто-то наклеил с призывом что часто и бесхозная разваленная почините и заселите кого-нибудь тех кто нуждается все забито наверное какой-нибудь профсоюз приложил к этому руки разрешивать наклеечки по городу церковь давайте зайдем посмотрим я не хочу отсюда сейчас уезжать надо немножко пройти просто посмотреть этот городок потому что я говорю мы постоянно проезжаем через него заходим заезжаем на бензоколонку заскакиваем магазин русско-польский литовский и все и я здесь не гулял здесь не ходил просто интересно посмотреть социальная дистанция ничего не трогать руки друг другу не жать всегда мыть чихать в рукав и очень интересно чтобы зайти в церковь нужна маска или нет сейчас посмотрим погонят для нас отсюда священнослужители пусто никого нет на самом деле стандартная церковь кстати хочу обратить внимание то что маленький городок с населением до 10000 три храма три церкви стоит много на такой небольшой город но это и есть ирландия маленьком городе будет 10 пабов и три храма пьют и молятся молодцы идем дальше наша экскурсия по городу нью-рост продолжайте я может хожу вообще не по тем улицам мне показалось дальше там уже бензоколонка выезд из города не показал именно возле этого моста через которыми проезжали мост через реку именно от него начинаете какие-то такие более-менее толковые улочки с людьми где люди ходят поэтому вот мы решили сюда свернуть ну идемте выше пройдемся стоило только спросить местного жителя не он сразу нам показал парень иди прямо вот и стена смотрите я стоял здесь а вот и стена тоже к определенная достопримечательность сейчас посмотрим что за стена какому веку относится и почему она до сих пор здесь башня 17 века last remaining tower of the walls of new rose это в общем город был обнесен такими стенами и вот все что от этих стен осталось небольшой ее кусочек смотрите еще было сделано не блоки как замки раньше делали здесь еще постарше сделано прямо из этой породы на которой мы жарили с виталиком стейки на пляже друзья щепки такой каменный не знаю как направлен называется все что осталось от знаменитой стены 17 века на 17 век это же не так давно там замки стоят 12 веков и 9 веков и они сделаны из блоков а здесь как-то так прям у них не было из чего делать или причина почему делали из такого это надежней но вряд ли дешевле может наверное дешевле и тут мы выходим от стены и видим прекрасные трущобы какой-то заводик был небольшой который очевидно уже не работает наверно что тут выплавляли мне кажется потому что вон формочки металлические какой-то плавильный завод башню прошли двигаем дальше он говорит по кругу можно пройти что-то еще увидим то есть это выходит пункт номер четыре мы были пункт номер пять перед этим значит идем сейчас по сути к третьему пункту и там уже по кругу придем к машине ну что я могу сказать ну да туристическое место самое наверное интересное это здесь это будет этот корабль он к сожалению закрыты мы не попали но также дом кеннеди куда мы сейчас поедем когда доберемся на машины а вот эти все вот кусочки стены развалины может кому-то интересно я не сказал бы что мне это очень интересно при посмотреть на эту стену ну да стена вокруг города было город разросся это кусок стены остался в самом центре спросил у молодежи как дойти до пункта номер 3 не посмотрели на меня как-то на дурака понятия не имеют о чем я вообще говорю и что я хочу у них спросить смотрите какой красивый домик ну как красивый загруженный загруженный всем чем но выглядит очень симпатично очень интересно кто тут живет вообще магазин или дом пожилой всего по чуть-чуть фонтан и труба пожарная плазоны горшки камни ну да это разумеет а чей-то огорман номер 29 живут огорманы хорошо украсили это может в чей-то двор попадаем тут мы не пройдем не сказать что нас очень много времени если мы хотим успеть в дом кеннеди по моему он до 6 часов сейчас уже 5 20 надо выезжать сейчас так что мы немножечко срезать круги пойдем по газонам смотрите березовая роща пожалуйста березовая роща скучает по родине матушки вот приезжайте сюда шашлычок пивасик ну все как обычно все по-быстрому проведу он еще один храм здесь у нас знаете что сейчас скажу здесь у нас друзья солнечные часы которые показывают время и время у нас сейчас ну-ка давайте смотрите солнце светит отсюда и время у нас 1 2 3 4 часа немножечко неправильно не показываетесь у нас 5 15 на самом деле но они показывают что 4 даже еще нет 4 надо их немножко откорректировать местная обсерватория нью-роса мы идем дальше двигаем к машине по дороге будем что-то смотреть шли-шли и дошли до местной тюрьмы тюрьма 18 века я так подразумеваю что она уже не действующие тоже в центре города маленькая город был маленьким исходя из стены развалины стены которые мы увидели остатки и дальше нас встречает местная ратуша ну все понятно вот такая ратуша на 10 тысячный город кстати ратуша могла бы быть и побольше это мост по которым мы приехали сейчас сворачиваем налево на набережную и садимся в нашу машину и едем дальше продажа недвижимости дома продано смотрите серый дом 120 тысяч 117 тысяч непонятно вообще развалюха какая-то надо ясно что дома будет скрою такие же 117 тысяч вообще нереальные деньги вот ирландия примерно такие цены ну вот уже хотите что-то более-менее нормально отдельно 290 тысяч дальше 295 тысяч уже тоже отдельная какой прекрасный дом 82000 0 6 еще 6 акров земли 606 дальше 335 тысяч вообще какой-то пансион 198 187 195 продано за 95 кто-то будет наверно переделывать под себя так что вот такие вот цены в этом городе можете ориентироваться вышли мы еще к одной достопримечательности это по моему достопримечательность номер один мы и просто проехали на машине проехали мост и парканулись дальше здесь не остановились а ну кто же это вот он вот он кеннеди посмотрите он приезжал этот город посмотрите кто не за спиной люди золотыми цепями видно что высшее общество лица мрачные а золото блестит кстати приезжал ватерфорд во времена своего правления в америке ну что пошли пошли поехали к нему домой посмотрим надеюсь открыто если не открыто хотя бы дрон запустим посмотрим сверху где жили его предки потому что сам то он там не жил вообще родился в америке а вот его прадеды прапрадеды жили здесь знаете что только что произошло вот что упало кофе все захерачил курва мать не знаю куда такими темпами можно успеть мне делать все так как я делаю кстати первый раз в жизни у меня вылетела кофе из рук и вот так захерачила все это называется закон подлости по-английски у них называется морфи зло закон морфи то что должно случиться случилось салфетки были а еще кофейку удалил себя сверху знаете сделал горячий шоколад с кофе молку и долю еще сверху 3 кофе что было немножко крепче ну вот это то что дарил все и вылилось короче так быстро смотрим сколько нам ехать куда ехать потому что время у нас в обрез такими темпами реально не попадаем открытый вы опын 7 дней в неделю с 9 30 до 5 30 последний вход в пять часов ну короче мы просравлю последний вход товарищи вход 8 евро взрослому 7 ребенку 6 еще меньшему короче я предлагаю все равно туда подъехать просто посмотреть хотя бы где это было просто у нас есть дрон правда мы можно допустить дрон и посмотреть на его дом не изнутри а сверху чтобы знать где его семейство раньше проживала я думаю раз мы находимся здесь надо это делать а ехать нам 5 и 5 километров так друзья добро пожаловать в дом кеннеди открытие до 9 3 5 30 в общем мы просрали ну так мы уже это знали что нам остается нам остается просто запустить дрон отсюда друзья также есть парк кеннеди он недалеко отсюда в окрестностях огромный парк с его подачей там все было обустроено обла облагорожено много различных деревьев кустарников которых в ирландии вообще нет изначально не были завезены но все совоподачи он помог это сделать так и называется парк кеннеди вот она резиденция кеннеди конечно же сам кеннеди здесь не жил он родился в америке сюда приезжал может быть пару раз в детстве и один раз когда был президентом соединенных штатов америки его мать кстати тоже здесь не жила она жила в америке и родилась в бостоне вы знаете она умерла в возрасте 105 лет она родилась в 1890 году а умерла в 1995 представляете совсем недавно честно говоря дом никак не выделяется на фоне других рядом вообще какая-то ферма находится справа находится еще один дом в общем обычный стандартный ирландский дом к сожалению мы не смогли попасть внутрь но снаружи все выглядит более чем просто находится это поместье в 10 минутах езды от города нью-роз если у кого-то будет желание его посетить я оставлю ссылочки в описании билет на взрослого 8 евро билет на ребенка 6 евро я думаю внутри можно увидеть много всего интересного с историей с истории их семьи мы обязательно сюда вернемся мы обязательно посмотрим все и конечно же все вам расскажем и покажем вот и все друзья полетали походили немножко знаете я такой недоблогер на корабль не успел в дом кеннеди не успел хорошо что хоть у нас дрон есть можно его запустить полетать если бы не дрон то было вообще труба и тоска не знаю о чем бы пришлось мимо повествовать а хоть более-менее какие-то красивые кадры вот кадры именно дома ну ничего особого дом сверху непонятен ну а кадры города да там относительно красиво я думаю мы обязательно сюда приедем приедем саней и сюда приедем и на корабль дело в том что я собирался пораньше но по определенным причинам мне не удалось выехать мне пришлось до трех часов быть в городе ватерфорд и поэтому только после этого я поехал короче как вышло так вышло я надеюсь вам было интересно если не интересно просто свайпайте вверх и до свидания кстати на этом канале сейчас подумал что будем делать на этом канале я не буду больше закидывать обычные повседневные будни а здесь будет только вот такие вот путешествия походы вылазки то есть про ирландию по ирландии а все остальное лайв-влоги будет на лайв-канале вот так и называется собака залаяла лежала спокойно лежала за воротами а чё ты лает начал только что лежал спокойно так вот все остальные видео лайвы обычные посиделки не знаю какие-то там домашние дела и прочее будет называться я ирландец лайв этот канал уже есть я ссылочку на этот канал оставлю в описании уже и видео есть одно залитое туда так что всем кому интересно про ирландию это вот этот канал ничего другого здесь не будет никаких попоек никаких посиделок и тусовок а все остальное life life of a и это будет на другом ссылка в описании так что друзья день кстати очень хороший мне понравился именно по погоде потому что обещали как бы все пасмурно но вот к вечеру распогодилась прям 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 как надо давай увидимся так что друзья всем удачи всем пока я погнал а